Субтитры делал DimaTorzok Своим появлением в ноябрьский спорткомплекс обязан нефтяникам. Объект с нуля построила компания «Газпромнефть». Буквально с два года на пустыре выросло современное спортивное сооружение. Официальный комплекс открылся 7 сентября 2012 года. Это событие стало мероприятием окружного масштаба. И до сих пор такие объекты на Ямале можно по пальцам пересчитать. «Зенит» — это первый масштабный спортивный объект, который был построен на территории города Ноябрьска в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». В дальнейшем появились уже «Авангард», в дальнейшем появился центр единоборств с лихоатлетическим стадионом. Уникальность «Зенита» в том числе и в том, что он используется не только как спортивные учреждения, но и как полноценный культурный центр города. Сегодня «Зенит» — это по-настоящему многофункциональная площадка, куда входит игровой, тренажерный зал и зал аэробики. В учреждении просторные коридоры и холлы, уютные раздевалки. Есть в комплексе небольшой гидромассажный бассейн, но главная гордость — это его большой 20-метровый собрат. Современно шестиполосный бассейн пока единственный в городе. С шести утра и до самого вечера он не пустует. А в этом помещении, наоборот, редко кто бывает, пропасть суда имеет только персонал. Мы сейчас находимся в техническом помещении плавательного бассейна. Здесь у нас самое сердце водоподготовки. Насосы, фильтры, химическая станция здесь располагается все то, благодаря чему вода в бассейне обновляется. За сутки 412 кубометра в проходе четыре цикла очистки. Крупные загрязнения отсеивают фильтры, а невидимые бактерии убивают хлор. До сих пор этот элемент таблицы Менделеева является самым надежным методом дезинфекции. Главное соблюдать концентрацию. В зените препарат дозируется автоматически. Химическая станция дает сигнал на этот насос, который непосредственно сам включается автоматически после сигнала. Хачает хлор, который подается уже через донные форсунки, которые находятся на дне бассейна. Их у нас 21 штука. Соответственно, весь хлор, подаваемый в бассейн, в чашу, распределяется равномерно. То есть для человека это не несет никакой угрозы. Чтобы водные процедуры приносили только пользу, качество воды контролируют и современные технологии, и люди. Специалисты отдела водоподготовки каждые три часа измеряют уровень pH и хлора. Кроме того, ежемесячно пробы воды на полный химический анализ направляется Центр гигиены и эпидемиологии. Пока без замечаний. А в самом помещении бассейна поддерживается оптимальный микроклимат. Температура воды плавательного бассейна должна быть в пределах норм от 27 до 29 градусов. Это вот что непосредственно у нашего плавательного бассейна. Температура воздуха должна быть на 1 градус выше, чем температура воды. Влажность должна быть до 65%. В такие комфортные условия сегодня растут будущие чемпионы. Детско-юношеская школа Олимпийского резерва готовит в Зенезе спортсменов-пловцов. Эта группа мальчишек обучается плаванию уже четвертый год. Каждый здесь уже имеет первый юношеский спортивный разряд и участвовал в городских соревнованиях. Однако главные старты у них впереди. На округ ребята выходят, когда им уже есть 13. Серьезно же заниматься плаванием в ноябрьске начинают в 7 лет. Набор мы проводим с 7 лет. Почему? Потому что условия набирать малышей у нас не позволяют. С малышами работают инструктора «Зенита» в малом бассейне на первом этаже. А мы работаем уже отбирая детей в чисто спортивное направление. Специализируемое спортивное плавание. В этом году из 50 первоклашек отбор прошли только 15. Желающих попасть на секцию плавания всегда много. Это вид спорта один из самых востребованных. Сегодня на отделении «Вздюшор» обучается порядка 200 человек. В прошлом году наш ученик выиграл финал спартакиада участников России на дистанции 50 баттерфляй. Также он был призером первенства России на дистанции 50 и 100 метров. Это Лавров Михаил. Константин Степанюк также перспективный воспитанник. Свои полжизни он провел в воде. Тренируется по два часа каждый день, кроме воскресенья. На его счету победы на городских и окружных соревнованиях. Был он и на всероссийском турнире, где установил свой личный рекорд. 100 метров юноплавец проплыл за 1 минуту 7 секунд. Основная моя цель – это получить мастера спорта по плаванию и занять призовое место на каких-то всероссийских соревнованиях. Но также, если получится, то достойно выступить на какой-то олимпиаде. Если это выйдет, то я буду стараться занять призовое место на каких-то олимпиадах. На этих занятиях дети стараются не меньше. Постигая технику старта, учатся задерживать дыхание, осваивают баттерфля и брасы кроль. Но здесь главная цель – не спортивные вершины, а оздоровление. После плавания ты чувствуешь себя бодро, хорошо. И если ты утром занимаешься, этого заряда хватает на весь день. Такой терапевтический эффект «Зените» получают сотни детей. Они посещают оздоровительные группы. Ощутить в полной мере положительное воздействие воды помогают опытные инструкторы. Они учат навыку, который не просто полезен, а в некоторых случаях жизненно необходим. Дети приходят, не умеющие плавать, не умеющие дышать, правильно, не умеющие координировать себя в воде. Но проходит небольшое количество времени. И если ребенок проявляет усердие, то очень быстро начинает. Мы для этого специально разработали разные программы. Плавание – это не все. Мини-футбол, настольный теннис, аэробика, спортивные танцы и фитнес. Все эти направления открыты для юных жителей города. Но есть секция, попасть в которую очень непросто. От плеча просто раскрыли. Он очень сильно вращается. Один из самых красивых и зрелищных видов в спортах – художественная гимнастика. Это играция, гибкость и артистизм и много-много труда. Чтобы выполнять виртуозно-акробатические упражнения, нужно пополно выкладываться на тренировках. Мне нравится, что я занимаюсь этой гимнастикой. Я горжусь этим. Этот вид спорта очень пластичный, красивый и очень нежный, мне кажется. Бывают же танцоры, они тоже гибкие и хорошо растянутые. Но по сравнению, возможно, с обычными людьми, которые просто ходят, допустим, растяжка лучше намного, гибкость лучше. Художественная гимнастика – вид спорта для ноябрьска еще молодой. Развитие он получил как раз в этом зале. Секция появилась в «Зените» три года назад, и с тех самых пор популярность ее не угасает. Сегодня в очереди желающей быть второй Алины Кабаевой около трехсот девчонок. Каждый день звонят желающие, спрашивают, продвигается ли очередь или нет. Ну, пока очередь не продвигается, пока места нету. С каждым годом все больше и больше людей желают заниматься именно художественной гимнастикой. К сожалению, я одна. Андрей Мамасуев также единственный в своем роде. Он тренер ушу, спортивного вида, который уникальный не только для города, но и для всего округа. Секция ушу одна на весь Ямал, хотя древнее боевое искусство популярно во всем мире. Ушу является сложным координационным видом спорта. На сегодняшний день это как вид спорта, а в древности это считалось воинским искусством, что дословно, в принципе, и означает в переводе с китайского. Этот вид спорта стоит в очереди для того, чтобы его включили в олимпийские виды. Где-то он вторым, по-моему, по счету стоит. Для Верониги Труфякова ушули по-другому кунг-фу спорт номер один. Стойкие приемы этого вида единоборств ей по духу оказались ближе, чем хореографические номера. Девушка выбрала ушу после того, как два года своей жизни отдала танцам. Теперь боевое искусство – это не просто увлечение, это образ жизни. Мне нравится то, что в этом виде спорта сочетаются и растяжка, и быстрота, резкость движений. По большей части это способ самосовершенствования. Самосовершенствуются в зените не только дети, но и взрослые, которые после работы стремятся сюда, в тренажерный зал. Кто-то приходит за красивыми рельефами, а кто-то, чтобы сбросить лишние килограммы. Тренажерный зал с целью похудения стоит на первом месте, потому что здесь можно задействовать наиболее большую группу мышц. Поэтому результат похудения будет очень хорошим. Но максимальное количество, которое можно сбросить – это 10 килограммов. Сергей Богдановский пришел в тренажерный зал, чтобы укрепить здоровье. Тренируется в зените с первых дней открытия. Работает над собой в специальном зале, где все приспособлено для инвалидов-колясочников. Упражнения на специальных тренажерах, как говорит Сергей, помогает ему поддерживать физическую форму. Чтобы избежать осложнений, которые неизбежны, должны были бы возникнуть приведения сидячего образа жизни. Благодаря тому, что регулярно занимаюсь, инструкторы грамотные, тренажеры приспособленные. В общем, убьется свое здоровье, держать в порядке. Сегодня Зенит – одно из немногих мест, где спорт доступен для всех. Причем каждому посетителю уделяется особое внимание. Всем адаптивщикам прописывают индивидуальные программы оздоровления. Плюс занятия – хорошая компания, ведь даже простое общение порою творит чудеса. Поэтому адаптивную физкультуру практикуют дружно группами. В настоящее время сформированы пять взрослых и две детские. Есть еще одна дополнительная – группа выходного дня. У нас основные группы занимаются пять раз в неделю, а группа выходного дня – раз в неделю в субботу. У них тренажерка и бассейн. В этой группе занимаются люди, которые ходили в постоянную в прошлом году. А сейчас у нас новеньких много. То есть в первую очередь они попадают в основную группу, а остальных добираем уже и стареньких. Виктор Ищенко в своих занятиях спортом вышел на новый уровень. Из-за производственной травмы мужчина лишился обеих ног ниже колен. Ходит на протезах, но живет активной жизнью. Сначала была адаптивная физкультура, а теперь адаптивный спорт. Сегодня выступает на всероссийских соревнованиях сразу в четырех дисциплинах – жимлежа, дартс, настольный теннис и бадминтон. От адаптивной физкультуры до адаптивного спорта – один шаг, но он тяжелый. Нужно преодолеть себя, чтобы выйти на более высокий уровень. И радостно за людей, которые ходят. Я по своей группе сужу. Они какие-то целеустремленные, они хотят реабилитировать себя, улучшить свое состояние. Вот за этих людей радостно. Ни один вид спорта невозможен без духа соперничества. В «Зените» уже традиционно проводят городские состязания для людей с ограниченными возможностями здоровья. Комплекс не раз принимал соревнования и федерального уровня. В разновремя здесь проходили всероссийский турнир по пауэрлифтингу среди спортсменов с нарушением опорно-двигательной системы, а также международные соревнования по тяжелой атлетике. В общей сложности в комплексе состоялось более 500 различных мероприятий. Мероприятий «Зените» проходят очень много. И все они разноплановые и разного уровня. Поэтому, что можно сказать, что в год где-то приблизительно проводится около 100 мероприятий различного уровня городского, окружного, всероссийского. Как мы и хотели, и планировали, у нас впервые в городе Ноябрьске будет проходить 1-2 декабря этого года первенство Ямало-Невского автономного округа по художественной гимнастике. Соревнования не только с соперником, но и с самим собой. Потянуться, отжаться и прыгнуть в длину. В этих стенах возрождается советская традиция. «Зенит» — центр сдачи норм ГТО. С начала года более 800 жителей города уже доказали, что готовы к труду и обороне. СОК проводит широкую пропаганду всероссийского комплекса ГТО и останавливаться на достигнутом не собирается. В учреждении планируют совершенствовать техническую базу, повышать квалификацию инструкторов, чтобы как можно больше людей с удовольствием приходили на занятия.